Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ по 13 каталогу Фоберлик. Очень много новинок, очень много интересного. Итак, поехали! Скрывать заказик, как всегда, буду вместе с вами. Мне так всегда не терпится скрыть заказ в Фоберлик. Я всегда это делаю с таким удовольствием. Просто не передать словами. Ни один заказ, ни в какой компании, и вообще любые заказы не приносят мне столько удовольствия. Так, девчонки, вот так выглядит коробочка. Заказ у меня почти на 60 баллов. Здесь в основном новинки, но и немножко того, что было необходимо в данный момент. Будет обязательно еще один заказ. Возможно, что-то прямо из новинок очень сильно понравится. И возьмем еще. Так, не новинка сверху лежит. Это тюрбан для сушки волос. Мы уже с вами его тестировали, он мне очень понравился. Но я теперь поняла, что нам пока необходимо два. То есть, пусть у Ксюши будет свой, у меня свой. Наступает череда холодов. Если летом, то есть, у него вообще никакой необходимости нет, то сейчас, когда прохладно, да, он уже нужен. Артикул 117.19. Сейчас немножко пошуршу, открою, вам покажу. Где ты открываешься, родимый. Он большой. То есть, если у вас реально много волос, они длинные, вам его хватит. Вот такой вот он огромный. Можете делать пуговкой вперед, да, сзади немножко перекрутили, вот так вперед. Можно делать назад, то есть, кому как удобно. Это действительно мягкая, очень мягкая микрофибра. Достаточно хорошо впитывает. Никаких у меня нареканий к нему нет, поэтому поставила покупку. Так, кондиционер для детского белья взяла. Он был по хорошей цене в этом каталоге. Мне очень нравится отдушка зеленого чая в этом кондиционере. Она деликатная, она сильно в нос не бьет, и он очень хорошо смягчает белье. Артикул 115.16. Взяла, естественно, порошок в запас. Скорее всего, потом еще буду брать еще. Сейчас цена на него неплохая, по-моему, в следующем каталоге тоже неплохая. Так, артикул. Какой я взяла? Альпийский луга и горной свежести. Я чередую мои любимые, мои замечательные. Артикул 322. С моей скидкой он выходит 333 рубля. Это нормальная цена. Здесь 800 грамм. Он приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Он гипоаллерген. Он подходит астматикам, атопикам, детям с рождения. Поэтому, ну, просто находка отстирывает. Он тоже сейчас после обновления очень-очень хорошо. Что хотела сказать еще, девчонки. С 14-го каталога, если кто что знает, напишите. Мне обратная связь уже не отвечает. Третий день про детскую серию. Новая обновленная. Она должна быть в 14-м каталоге, где у нас с вами подгонки. Музники, да? А ее нет в каталоге. А ее просто нет. Я написала вопрос в обратную связь. Третий день обратная связь молчит. Я заказала ресницы. 79.65 артикул. На ресницы у меня тоже есть ролик. Прикреплю в подсказках и под видео. Всегда под роликом. Если нажать на галочку внизу, вот с этой стороны, там будет целый перечень интересных, самых интересных роликов по данной тематике. В данном случае Фиберлик. Взяла именно вот такие. Понравились. У меня куда-то они всиделись. Одни и вторые дети заиграли. Не знаю, куда-то завалились. Ни от них нет. А иногда хочется, знаете, липануло, пошел. Я к ним приноровилась. Они мне нравятся. Они довольно естественно смотрятся. Поэтому, да, пусть будут. Все-таки заказала. Несмотря на то, что плохих отзывов от вас было больше, чем хороших. Но хорошие тоже были. Я мими-терку вот эту вот для чеснока. Шоколад ей можно тереть. Мне кажется, центру лимончика можно. Артикул 118-02. Обязательно в следующих видео будем с вами тестировать. Вместе попробуем. Посмотрим, насколько это удобно. Я посчитала, что мне вот такое вот надо. Да, сюда кладем зубчик чеснока. И трем. Слушайте, ну вроде как удобно. Она такая покоцанная пришла, как будто ее кто-то уже брошил. Она вот вся какая-то девчонки в царапинах. Вот какая-то везде они здесь. Ну ладно, это не суть критично, по-моему. Так, следов еды нет уже хорошо. Можно ее повесить. Вот так правда, эта штука никак не фиксируется. Если вешать, то без нее. Как бы ее не потерять, не заиграть, да? Ну посмотрим, посмотрим, насколько это удобно. Насколько функционально. Будем пробовать вместе с вами. Так, что давайте по новинкам проходить. Гель пропустила для умывания я почему-то в новинках гиалуронка. Мне все серии нравятся. Единственное, что у меня летом от тоника были подкожники. Поэтому я его немножко отложила на холодное время года. Большой объем, 150 мл, 28-20 артикул. Гель для умывания. Вообще вся серия великолепно работает на моей коже. Я вижу результат, я вижу упругость, я вижу свежесть, вижу молодость. Да, но многие девочки жаловали, что на гиалуронку высыпание отложите на холодное время года. Вообще рабочая серия, которая стоит копейки. Жидкое мыло с хлорки ксидином теперь всегда у меня дома. Артикул его 27, нет. Да, по-моему, странно тут артикул написано. 27-17. Что я им делаю? Протираю стол, где Крестюшка кушает стульчик. Протираю столешницу. Если в этот день тряпочку, которую вытираю со стола, не кидаю в стирку, то тряпочку с полосной обеззараживает. Что еще? Ниблер Крестюшки мыла вот этим вот мылом. Коврик для сушки посуды тоже, если в этот день не кидаю, а хочется освежить, вот пожалуйста. В общем, много нашла им очень применений, поэтому всегда оно у меня есть. Девчонки, я заказала щипцы. Я заказала щипцы, я решила собрать всю коллекцию, у меня нет, по-моему, только щипцов. Да. Венчик уже есть, все есть. Так, артикул щипцов 910-048. Слушайте, они нормально так держатся, я их сейчас повешу. Я все думала, как же они у меня будут на рейлинге висеть. Про рейлинг какой же, в другом видео. Нет, прекрасно. Слушайте, а как ими пользоваться, а как их раздвигать? Это я криворучка, нет? Сейчас сломаю. Но они вот сомкнуты и все, как ими что-то брать? Вот так, толще вот этого разъема. Не возьмешь что ли продукт, не перевернешь? Я не поняла прикола. Просто у меня были до этого щипцы другого производителя. Испугалась аж, девочки. Кольцо вверх, кольцо вниз. Представляете? Света криворучка. Ну, просто у меня были щипцы другого производителя. И там система, они всегда раскрыты широко были. Там не было такого. А вот это очень удобно. А вот это очень классно. Слушайте, это удобно повесить. Это смотрится аккуратненько. И поставить, и повесить. Вообще класс. Супер. Я рада. Мне нравится. Такая ручка фаберлик хоум просиликоненная. Как бы здесь металл. Здесь силикон, здесь силикон. И вот тут держаться тоже силикон. Очень классно. Мне нравится. Так. Дальше. У меня две туши моих любимых. Фёст класс коричневых. В артикуле 53-72. Даже доставать не буду, потому что миллион раз вам уже показывала. Это суперская тушь, которой можно создать вау-эффект. Именно в коричневом оттенке она мне очень нравится. У меня одна сейчас в использовании. Только недавно открыла. Я всё боюсь, что она исчезнет, что ей снимут с производства. А я не нашла ей аналогов. Ну как, сейчас уже нашла, но это тоже в другом ролике. Но всё равно. Есть нюансы. Ей аналогов я не нашла. Я положу в холодильник, и пусть она лежит. И не знаю, в следующем каталоге, наверное, ещё две возьму. Надо посмотреть, какой тут срок годности. 6-21 год. Нормально. В холодильнике вообще похоронится, полежит. Взяла две пачки салфеток Petty Tales. Я вам уже много отпела на эти салфетки. Девчонки, артикул 308-04. Я удаляю ими пятна. Именно пятна, они работают просто офигенно. Гораздо лучше, чем салфетки для удаления пятен наши. С ковра. Уже рассказывала, Крестюшка кушает пюрешку из мягкой упаковки. Сама ходит, да? Фруктовую, овощную, и очень тяжело убрать. С ней мало какие справляются средства. И даже средства для обивок и ковров. Пенный очиститель не так справляются, как эти салфетки. Они справляются очень быстро. Они хорошо пропитаны. И они очень быстро удаляют пятна. Не только с ковров, я пробовала с одежды. Можно ими проводить генеральную уборку. У них, конечно, такой химозненький аромат. Они дико сушат руки. То есть, если я долго тру ковер, у меня потом руки вообще сухие напрочь. Но я им все прощаю, потому что они настолько удобны в использовании. Мне сейчас это с маленьким ребенком безумно актуально. Она карандашом сейчас рисует и любит разрисовывать мебель. У Ксюшки белый стол. Мы ей даем простой карандашик только. Она разрисовывает. Я попробовала обычной салфеткой. Чем-то другим еще не оттирает. Вот эту беру. Все моментально оттирает карандаш с белой мебели. Быстро, отлично. Для меня они сейчас незаменимы. Так, что у нас тут еще с вами, девочки? Карандаши все в одинаковых упаковках. Эко-карандашики Wood Expert. Насколько я знаю, я смотрела уже обзор. На самих карандашах маркировки нет. Поэтому нам их главное сейчас не попутать. Когда будем сводчить и в следующем видео, когда будем тестировать, главное свой карандаш класть в свою упаковку. Потому что на упаковке артикул есть, а на самом карандаше нет. Не отличить. Сейчас будем сводчить. Обязательно сейчас разберем остальное. Офиерик Сенсуэли купила на 1 сентября. Сегодня 31 сентября. Снимаю, завтра выйдет ролик. То есть сегодня 1 сентября. Уже учительница Ксюшины. Собрала подарочек. Она любит этот аромат. И вот это тоже положим. Так, пасту Total Repel взяла для чувствительных зубов. Вроде вот пользовалась, хотя не каждый день. Через день, через два пасты из этой серии. И чувствительность не повышалась. Решила опять проэкспериментировать. Мало мне экспериментов было до этого, что первый раз в жизни кориев был. Решила еще. Но вроде хочется, знаете, все в одной компании брать. У нас же есть все. Я зарабатываю в этой компании. Да, хочется все брать. И я иногда продуктам даю, естественно, второй шанс. Потому что, может быть, что-то совпало как-то не так. Или еще что-то. Пока все нормально. С эмалью как бы никаких нареканий нет. И взяла именно восстановление, укрепление эмали не повредит. Потому что мы употребляем в пищу очень много вредных продуктов, которые негативно сказываются на нашей эмали. Гигиенной полости рта я никогда не пренебрегала. То есть очищу зубы, как положено, когда положено. А вот что касается кофе, газировки там всякие. А если колу еще попить, то там вообще она не только эмаль разъедает. Поэтому вот хочется немножко восстановления и укрепления. Артикул 1599. Я ее брала, но тоже надо освежить впечатление. Закончились ватные палочки. Мы прям несколько дней без них. Я не стала покупать в магазине. Другие понимаете, не то. Я терпела, терпела. Я люблю практически каждый день в ушах поковыряться. Извините. Терпела. Вот терпела, ждала, пока придет заказ. 910-254. Они у нас с вами хлопковые на бамбуковых палочках. Здесь 200 штук и хватает надолго. И они очень крутят такие. Если кто их попробовал, другие потом в масс-маркетах покупать не будете. Выпало. Вот так они выглядят. Здесь очень плотно намотан хлопок. Они классные. И мне прям кайф. Кайф, кайф, ковырять в ушах. Ну, а как я еще это назвал, ковырять в ушах? Девочки, я заказала два ножа. Не в этом каталоге по акции. Сантоку. Большой и маленький. Потому что мне оно надо. Маленький, мне кажется, хорошо подойдет для чистки овощей. Как вы думаете? Я думаю, хорошо подойдет. После мытья обязательно протереть насухо. Видите? И мыть в посудомойке запрещено. Я, кстати, не обращала на это внимания, но и посудомойки у меня нет. Так, маленький 9105 артикул. При покупке двух любых ножей вы можете взять большой-маленький. Два больших. Два маленьких. Идет хорошая цена скидка. То мне всегда жаба душит за эти ножи. Хотя универсальный нож, который у меня есть в использовании, который мы в своем городе скрывали, он классный. Он классный. Один раз его муж точил уже. Некоторые девчонки пишут, что год не точил. Ну, нет. Точил, но он классный. Здесь очень добротное резвие. Они идут все с чехлом. У них такой дизайн одинаковый. Они красивые. О, какой хорошенький. Аж все забликовало. Они приходят безумно острые. Вот по помидорчику, знаете, гладишь, и он вот так вот режется, как в рекламе, да? Месяца через три он у меня где-то затупился. И вот муж его уже подтачивал. Вот такой вот формы этот ножик. Буду дальше их тестировать. Если зайдет, прям тоже соберу всю коллекцию, все остальные вытянули, девчонки. Так, большой. 910-006. Здесь, по-моему, какая-то классная сталь, если я не ошибаюсь. Нержавеющая сталь, это понятно. Лезвие, чехол. О, какой. Вот такой я давно хотела. Вот нож так нож рубанул с плеча. Я люблю большими ножами работать на кухне. И ГАКС. Смотрите, какой классный. Ох, вообще красота, слушайте. Вот такого большого мне не хватало. Прям супер. Я довольна. Я довольна. Так, что у нас тут еще с вами девочки? В отдельном пакете и мальчики. Еда, как всегда. Я заказала кофе. Он опять по хорошей цене. И он, кстати, в 14-м каталоге по хорошей цене. Поэтому может не спешить запасаться. Я потом еще возьму баночку. Утро. Школа начинается. Вставать будем рано. Кофе нужен грекий. Кофе нужен классный. 160-48 артикл. Люблю. Магазин и кофе после него пить не могу. Здесь у меня еще с вами очень-очень любимая приправка для сочной курочки. Прям вот всем она зашла. Она такая ароматная. Совсем чуть-чуть надо. У нее такой маленький расход у этой баночки. 161-31 артикул. Здесь у нас есть с точечками такое вот отверстие и есть большое. Сначала нам нужно сорвать вот эту пленку, которую очень неудобно срывать на самом деле. Не за что поддеть. Банку открываешь и аромат сразу на всю кухню. Очень насыщенная приправа. Ее надо совсем чуть-чуть. Она очень ароматная. Она действительно крутецкая. Здесь есть все, что я люблю. Не обязательно для курочки. Это картошечка с этой приправой. Ох, класс. И вот у нас два отверстия. Какие здесь? Вот такое маленькое. Слушайте, я еще картонку не вытащила. Там оно такое большое. Вот столько предохранительных моментов. Вот так. Вот теперь все. Комплект у меня приправки. Что закончилось? Мы прям всей семьей полюбили. Классное. Так, взяла соль в Уильскую, потому что понравилось. Потому что люблю теперь есть мало соленые блюда. Она не такая соленая, как соль обычно из магазинов. Мы к ней привыкли. Она классная. Она удобная. Поэтому беру. Часто повторяю. 161-46 артикул. Так, и здесь у меня еще, мне кажется, я взяла первый раз. Альпийскую с розмарином и орегано. Или она у меня была. Я уже забыла. Я вообще люблю розмарин к мясу, к рыбе. 161-42. Забыла, как она пахнет. Но ее так долго вскрывать. Вот эти все соли, их пока вскроешь, замудухаешься, девчонки. Там надо проковырять эту штуку, поэтому обновлю впечатление. Кетчуп классический, как всегда. Артикул. Информация считается приоритетной. Срок годности 9 месяцев. Смотрите, исправили. Наклеили от руки наклейку, и на ней написано. Информация считается приоритетной. Срок годности 9 месяцев. То есть, то, что было написано на упаковке, на боковом шве, неприоритетно. Представляете? С 4-го 22-го по 1-й 23-й. По-моему, есть 9 как раз. Мы очень его любим. Он сладкий. Он с акзамом, он с помидоров черри. Он очень вкусный. Обалденный. Так, что, мои красотки, да, как раз остались у нас с вами карандаши. Давайте сводчить. Мне кажется, тут на упаковках даже названия нету. По-русски, хоть и должно быть. Джамбо. Липстик. Эндлайнер. Для губ, судя по всему, да. Есть у нас тут по-русски. Как мы их будем? Вот, помада-карандаш для губ. Значит, я заказала две. Первая в артикуле. Ой, как они это все плохо на этикетке указали. Короче, упаковка без артикулов. Здесь просто бумажки. С артикулом, номером партии. Это очень плохо. Артикул 410-68. Я взяла такие нюдовые оттенки. Главное, потом этот карандаш положить в эту коробку. Иначе потом я вам буду снимать макияж новинками. Какой артикул забуду. Красиво. Красиво. Очень красиво. Мне безумно нравится сочетание мятного и дерева. Я хочу это использовать в кухне, пока у меня дерево тут совсем мало, но оно есть местомет. Много мятных деталей. Мне безумно нравится это сейчас так красиво, это сейчас так стильно. Так. Да, на карандаше никаких опознавательных знаков и артикулов нет. Отнюдь. Я вам обязательно покажу сочи при... Ой, какие они мягкие. Они прям кремовые-кремовые. Сейчас я снимаю при искусственном освещении, уже темно. А когда буду снимать вам макияж, я обязательно вам просвочу все. Он прям вот только касаешься кожи, он уже сразу ее окрашивает. Он очень мягенький. Сейчас все обязательно покажу вам поближе. Аромата никакого не чувствую. Вообще сейчас чувствую только аромат приправы с курицей. Коробочков тоже кладем. Так вот, такой вот. Такие нюдовки. Ну, вообще он красивый, знаете, такая пыльная роза. Пигментация очень насыщенная. Сейчас вам камера бликует. Вот, когда поближе покажу, вы видите. Пигментация очень насыщенная. Пыльная роза. Давайте второй липстик найдем. Вот, помада-карандаш для губ у нас следующая. По-моему, прям по каталогу первые два оттенка сверху. 410-70. Погнали. Как бы все то же самое. Они немножко должны отличаться, мне кажется. Должны. Может быть, и не будут они отличаться вот этими вот задничками. Да, они отличаются. То есть, вот мы с вами тестировали, какой он пыльная роза, который похож, да? Это у нас с вами 68-й, а 70-очка, она какая-то прям темная. Совсем темно-коричневая. О-о-о, он такой и есть. Слушайте, это был какой-то нюн 100%. Не знаю, он тоже с розовинкой. Такой вот. Но он красивый. Мне хочется прям поверх помады попробовать нанести. Будет он сильно темный? Ну, он темный. Угу. Он темный, девчонки. Я не знаю, как назвать этот оттенок. Ягодный, не ягодный. Но он красивый. Слушайте, он благородный. Мне без зеркала крашу. Нет у меня его здесь. Если где-то заехала, выясните мне там. Он красивый, правда? Угу. Хорошо так лёг. Ложится изумительно. Прям кремовый, кремовый. Тоже не чувствую никакого аромата. Так, убираем обратно. Дальше погнали. Дальше у нас с вами двойной карандаш для глаз. Для глаз я взяла, знаете, какой? Артикул 5860. Я не помню, какой он называется. Хоть убедит. Сейчас посмотрим. Какие у нас тут оттенки. Я помню, я брала, чтобы был коричневый. Потому что я стрелку и межресничку делаю коричневым оттенком. Поэтому здесь у нас коричневый и какой-то молочный, судя по всему. Это уже тоненькие такие карандашки. Цвета здесь обозначены полосочками, слава богу. Они такие тоненькие. Карандашки эти надо все точить. Рисуем сводчик. Он почти чёрный. Он такой насыщенный, коричневый. И он пятнит при нанесении. Когда несколько раз вот так вот ведёшь рукой, нормально. А когда вот один раз проводишь, он немножко пятнит. Лешивит, видите, немножко так. Он такой угольно-коричневый. Слушайте, он какой-то коричневый с перламутровым потоном. Чёрный перламутрово-коричневый потон. Это интересный оттенок, слушайте, вообще. И они, видите, вот они настолько мягкие, что укрошатся. Насколько это будет удобно, не знаю, в использовании будем смотреть. Вот этот светленький оттеночек совсем. Он у нас с вами может пригодиться для слизистой нижней. Ну, какой интересный светленький. Слушайте, он может нам пригодиться как консилер. Ну, что нам мешает сегодня попробовать? Вот так и продолжим сметану. Не надо тушевать ничего. Да, слушайте, он как консилер. Синички мои под глазами от недосыпа замазать. Неплохо. Оттенок такой хороший. Он, знаете, такой, он не рыжий, он не жёлтый. Он практически белый. Светло-светло-благородно-бежевый. Красиво. Сейчас поближе всё покажу. Так, убираем тоже в коробку, чтобы он не запутался. Ладно, для глаз не запутаемся, для губ 2. Так, и следующий у нас с вами карандаш. Двойной карандаш для лица. Это у нас уже с вами скульптурирование, да? 65-58 я взяла оттенок. Я уже забыла, какой толстенький. Этот уже толстенький. У нас с вами для глаз только тоненький. Это тоже обозначенные цвета. Вот как бы коричневый и бежевый. Я не стала брать тот, который был с розовинкой, потому что я не поняла, для чего на самом деле я буду этот оттенок применять. Если только видеть в роли теней. Так, светлый оттенок. Он какой-то, вот, отломился кусок. Он какой-то более кремовый, чем карандаш для глаз. Карандаш для глаз, он по суше. Он ложится прям как помада. Но по цвету очень похож, немножко, правда, потемнее. Вот белоснежка, не знаю, законтурироваться, замазать что-то можно будет таким или нет. Сейчас поближе посмотрим. Ну, допустим, вот здесь еще где я не замазывала. Ну, мы с вами все потом подробно, я вас придвину. И мы с вами все средства протестируем, чтобы я в зеркале тоже видела вообще, что происходит. На камеру одно, а там может твориться что-то такое. И вот такой вот коричневый, причем достаточно светлый и холодный. Я рисую все по порядку. Тоже такая кремовая текстура. Очень благородный цвет. Хорошего нужен спонж, но мы с вами так, на глаз. Без спонжика ничего, у меня такого нет, да? Но приличненько, приличненько. Здесь длиннее нарисовала. У меня, кстати, не было вот именно кремового контуринга. Поэтому, в принципе, я такой новиночке рада. Хотела такой формат, на самом деле. Но нормально, отконтурировались, да? Красиво. Слушайте, ну, прикольно. Будем дальше тестировать. Посмотрим вообще на стойкость с вами, проверим, поносим. И обязательно вам все расскажу. Я про новинки подробно еще рассказываю в обзоре каталога. Не пропускайте его. Потому что у меня есть три недели, чтобы потестировать их. И уже в обзоре следующего, 14-го каталога, я дублирую подробный отзыв на новинки предыдущего каталога, да? Я показываю Сочи при искусственном освещении, но камера передает оттенки. Очень-очень, да, хорошо. Хорошо, не врет. Смотрите, какие кремовые текстуры. Красивый вот этот цвет. Мне кажется, я его буду носить чаще, чем вот этот розовенький. Прямо такой вот красивый, да, благородный. Благородный. Не рыжий никакой там, не кирпичный, ничего. Очень красивый. Так, дальше у нас вот карандаш для глаз, три линии. Видите, какой вот интересный он дает отцвет. Коричневый вроде как, да? Дальше белая, самая светлая в карандаше для глаз линия. И потом вот очень сильно кремовый тоже у нас с вами продукты для лица, для контуринга. Видите, прям вот кремовый, кремовый, аж блестит все, как помада. А карандашик для глаз, он посушен. Видите, и беленький посушен. Ну, коричневый. Такие интересные продукты. Очень благородный вот этот оттенок. Мне нравится безумно. Тоже не рыжий, не красник, ничего. Такой прям красивый, красивый, благородный оттенок, естественный. Ну вот и все, мои хорошие, у нас еще каталог. Вот он, интересно, в бумажном есть детская серия? Нет, нету. Такая же последняя страница. Куда они ее дели? Из-за ситуации в мире, интересно. Такая ерундень. Я так ждала, я так ждала. Хочу взять расческу, но я думаю пока над этим, в следующем заказе, да, расческу выпрямите. Потому что, ну, вещь достаточно удобная. Может, дождусь у кого-нибудь обзора в заказе, когда буду делать, посмотрим. Каталог, на самом деле, тоже интересный. Есть определенные новинки. Мне нравится стилистика новой одежды. Как ни странно, будем с вами обсуждать, будем смотреть. Неплохой подарочек будет для новичков, но в этом каталоге лучше. Косметика для дома. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Если хотите, будем работать. В общем, все на ваше усмотрение. Если обзор был вам интересен и полезен, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всех любят слов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok